друзья всем большой привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет очень спокойный и домашний влог потому что ну именно такая обстановка у нас сейчас доме но я вам обещаю что вторая половина видео будет очень интересная и увлекательная я вам включу кадры из нашего мини отпуска так мини экскурсию которую мы с давидом сделали на выходных мы съездили в греческую деревню я вам там все поснимала поэтому обязательно посмотрите я думаю вам будет интересно ну а в первой половине видео наверное мы больше поболтаем ну и еще я хочу приготовить банановый пирог в общем девочки у нас уже где-то дней 10 христо болит мой старший сын заболел у него самый обычный вирус но сейчас вирусы такие агрессивные что он чувствует себя очень плохо и все начиналось самых обычных симптомов знаете насморк чуть-чуть голова побаливала ну там нос забит то но все как обычно мы думали ну насморк наверное вот сегодня завтра все пройдет как бы температуры не было но в один прекрасный день он проснулся и у него вот здесь шея вот так распухла ребята не знаю вот это лимфовые узлы называются может я ошибаюсь но вы поняли в общем он просыпается и у него вот эта шея раздута и он не может проглотить слюню ну естественно мы сразу же повезли его к врачу врач его осмотрел но сказал конечно что скорее всего это вирус но он насторожился потому что у него при таком ужасном горле у него как он сказал горло в ужасном состоянии и мне очень странно почему температуры нет поэтому на сразу послал на общий анализ крови мы его сделали опять вернулись к нему он посмотрел анализы и сказал что ну принципе ничего страшного жить будет это вирус но вот такие ужасные вирусы сейчас ходят что уже вот 10 дней он никак не придет в себя и вот в этот вечер когда мы вернулись от врача у него поднялась температура она продержалась где-то три дня и вот сегодня уже температуры нет с утра но он просто без сил вообще ходит и шатается ну и знаете потому что он и не ел все эти дни нормально я вот просто заставляла его съесть несколько ложек супа я ему готовлю каждый день какой-нибудь легкий супчик вот и просто заставляю съесть несколько ложек чтобы мы могли лечиться до убьет лекарства которые прописал врач но и представляете вместе с ним мне тоже не очень хорошо потому что я честно говоря устала но вы прекрасно меня поймете потому что ухаживать за больным это тоже нелегкий процесс постоянно проверяем температуру когда она падает он постоянно потеет нужно все время менять пижамы постельное белье в общем весь день дел не в проворот когда кто-то дома болеет и почему я решила сегодня приготовить банановый пирог ребята вот буквально вчера вечером он меня попросил приготовить блинчики с шоколадным маслом и он с таким аппетитом их поел вот в первый раз за 10 дней что он с таким аппетитом поел эти блинчики и сегодня я решила приготовить банановый пирог потому что он его очень любит ну и походу у меня есть такие очень уставшие бананы поэтому пущу их в пирог да в принципе вот такой влог у нас получится может быть не самый длинный но как есть ребята я еще хотела сегодня пересадить одно кашпо новое кашпо я купила такую коралловую розу девочки такую красивую потому что я еще раз съездила в питомник если помните у меня закончился грунт мне его не хватило у меня также закончился дренаж но еще при даче я купила вот эту розу и сегодня я ее хотела пересадить самое большое кашпо там у нас растет трава но она так густо растет еще там надо постараться ее выдернуть но я чувствую что сегодня у меня сил на эту работу нет и как бы я издеваться над собой не буду я думаю розочка меня подождет и вот как только я почувствую что я могу это сделать я это сделаю очень боюсь девочки как бы я не заразилась потому что обычно от христо я вот просто вот так по щелчку заражаюсь но пока что держусь вот всю зиму мы не болели девочки никто не мы не наши дети держались до последней войны тебе христос заболел и я вот сейчас очень боюсь как бы не заразиться потому что завтра у меня просто весь день работа не поверите завтра у меня 6 макияжей девочки и одна девчонка записана на ногти знаете как это получилось ко мне на макияж записались две сестрички потом захотела их мать сделать макияж потом тетя еще там двоюродные сестры и вот так набралась огромная компания и в общем завтра мне предстоит весь день такая бьюти работа главное быть в тонусе и выдержать эту работу потому что я начну с 11 и закончу ну по-хорошему в 5 уже должна закончить и иногда девочки вы мне пишите но она снимай почаще снимай каждый день снимай ролики подлиннее ну во первых вы не могли не заметить что мои видео стали длиннее да плюс минус 30 минут куда еще больше ну а насчет снимать каждый день девочки ну вот что мне снимать каждый день во первых у меня почти каждый день записаны девочки да или на ногти или на макияж вот и я просто по максимуму снимаю монтирую озвучиваю вообще вкладывал много времени но и вы понимаете что мне еще плюс ко всему этому нужно и отдыхать поэтому но каждый день я не знаю что мне снимать как я варю себе кофе по утрам не знаю мне это не интересно думаю вам тоже будет не интересно поэтому вот по максимуму вот честно по максимуму делаю что могу так что вот такие дела девчонки давайте пойдем готовить банановый пирог чтобы у нас на вечер к чаю знаете я думаю христос аппетитом поест этот пирог будем готовить ну и обязательно во второй половине вас ждет очень интересная прогулка так приступаю к приготовлению бананового пирога ребята я вам уже очень много раз показывала как я готовлю этот пирог поэтому долго задерживаться на этом процессе я не буду только расскажу какие ингредиенты буду использовать здесь у меня мука и разрыхлитель также нам понадобится 4 яйца вот сами вот такие подуставшие бананы они самые сладкие сахар ванильный сахар сливочное масло уже растопленная и 100 грамм молока нам нужно но ребята у меня молока нет поэтому буду использовать греческий йогурт я сюда положила 150 грамм но точную граммовку и ингредиенты вы как обычно найдете в описании под видео теперь все вместе добавляю в миксер взбиваю и отправляю в духовку и пирога и сахар и сахар и сахар и сахар Продолжение следует... 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 откроем вместе пакет, и я вам показала бы, какие пришли люстры, и оставила бы вам свой отзыв. Но на днях ко мне ехала моя мама в гости, и она встретилась с моей подписчицей. Но они абсолютно не знакомы, они никогда друг друга не видели, просто моя подписчица ее узнала по моим видео. И именно с этой подписчицей мы уже разговаривали, два месяца тому назад я сказала, что я заказала себе люстры. И так как они тоже с мужем совсем недавно купили дом, отремонтировали, и сейчас они как бы в процессе обустраивания дома, там мебель, люстры и так далее. Она мне сказала, как здорово, люстры придут, ты нам их покажи и оставь отзыв, если они достойны, я тоже себе закажу. Ну и она встретила мою маму, она с ней разговорилась и спросила насчет люстр, что происходит. Ну и естественно мама объяснила, какая ситуация сложилась, что мы все-таки оформили отказ, и люстры все-таки я не получу. Она естественно расстроилась, и именно поэтому я решила все-таки вам рассказать и записать вам эту историю, что вот такая ситуация сложилась, потому что подписчица ждала мой отзыв, потому что она тоже в поиске. Вот, поэтому поделилась с вами вот такой историей, ну ничего страшного, вот такое тоже происходит. Жду, когда мне вернут средства, и потом я потыщу себе что-то другое. Вот такие вот дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, мы уже приехали в эту деревню, но сначала поднялись на самую верхнюю точку, ну очень высоко, чтобы сверху ее показать. Вот так она выглядит. Эта деревня называется Старый Святой Афанасий, потому что это очень старая деревня. Ну и вот с этой стороны какое-то озеро. Я не знаю, что это за озеро, но, конечно, вид завораживающий. Ну и смотрите, какие здесь домики, ребята. Характерная, очень характерная архитектура. Все дома и все сооружения сделаны из камня и из дерева. И больше ничего, только камень и дерево. В общем, очень красивая деревня. Конечно, спустимся и все вам детально покажу. И здесь же на вершине горы вот такая старая пристарая церквушка. Вот такая прелесть, ребята. И вот с одной стороны это Старый Святой Афанасий. И я не знаю, именно в какой точке они разделяются. С другой стороны начинается уже Новый Святой Афанасий. Вот разделена деревня на Старую и Новую деревню. Ребята, очень странно, но у них пока здесь Новый год. Ёлка стоит, гирлянды всякие разные. И там внутри ёлочка. В общем, не поняли мы, в чём прикол. И вот в этом кафе-ресторане тоже стоит ёлочка украшена. В общем, мы не поняли вообще, в чём дело. Ну, может быть, где-нибудь, куда-нибудь присядем и спросим вообще, в чём прикол. Что это такое? Вот видите, друзья, о чём я вам и говорила. Все домики из камня и из дерева. Не знаю, создают какую-то особую атмосферу. Возвращают меня в какое-то старое время, не знаю. И всё вот это в совокупности создают очень уютную, какую-то домашнюю атмосферу. А вот это, ребята, вот эта улочка, это вход в торговый центр. Так и написано. Торговый центр. Видимо, вот такой живой торговый центр среди улочек. Торговый центр. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну я думаю мы найдем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Зашли в старую греческую таверню Здесь конечно есть камин Но там возле камина люди сидят В общем мы уже заказали еду Ждем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что друзья Наша прогулка на сегодня закончилась Мы очень хорошо провели время Просто отдохнули Получили огромное удовольствие Покидаем мы вот это прекрасное Шикарное место Очень жаль уезжать И оставлять этот воздух Эту атмосферу Но что поделать Нужно возвращаться домой Но возвращаемся мы Такие переполненные Положительными эмоциями А на этом я уже с вами буду прощаться Мои дорогие подружки Огромное вам спасибо Что были со мной Увидимся уже в следующем ролике Я вас всех крепко целую Обнимаю И всем пока-пока Субтитры подогнал «Симон»